Денис Абраков Мы изучаем рынок недвижимости уже больше 15 лет. Мы знаем, видим, как развивается ситуация, как в первичном, так и во вторичном сегменте, какие тренды доминируют на рынке. И сейчас, на наш взгляд, все-таки рано говорить о прохождении дна, хотя статистические показатели, количественные показатели настраивают на благостный лад, потому что, например, по итогам первого полугодия 2016 года число выданных ипотечных кредитов на территории региона увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 40% и на 5 с небольшим миллиардов выданных ипотечных кредитов. Я не случайно заговорил об ипотеке, так как кредитование – это один из генераторов спроса на рынке недвижимости в целом и на рынке новостроек в частности. Так как ипотека с господдержкой, запущенная еще в прошлом году по инициативе федерального правительства, она, безусловно, стимулирует спрос. И такой рост ипотеки говорит о том, что все-таки количество сделок с новостройками не падает, а нет какого-то ощутимого падения. Поэтому и говорит еще и о том, что действительно выдача кредитов под льготный процент стимулирует спрос и помогает строительным компаниям реализовывать квартиры в жилых комплексах и, возможно, даже задумываться о выводе новых домов на рынок. Но если мы говорим о вводе жилья, то в этом году планируется сохранить уровень 2016 года по Рязанской области, то есть вести более 660 тысяч квадратных метров в регионе и порядка 380 тысяч квадратных метров в городе. Это статистика. Сейчас на территории Рязани строится более 100 домов, которые возводят около 30 строительных компаний. Тоже динамика достаточно впечатляющая. Тем не менее, если мы говорим все-таки об уровне спроса, об уровне продаж, то он едва ли сопоставим с благополучным 2012 или 2013 годом. И поэтому спрос действительно существенно упал из-за сильного снижения реальных доходов населения. Соответственно, поэтому сейчас рано говорить о том, как будут развиваться события. И когда экономика начнет оздоравливаться, не предскажут даже маститые экономисты. Поэтому, наверное, рано говорить о том, что рынок достиг дна. Трудно сказать, что будет дальше. А вот на ближайшее будущее можно ли сделать какие-либо прогнозы? Если да, то какие? И многих, наверное, телезрителей волнует вопрос, возрастут ли цены на жилье. Сейчас, если мы отталкиваемся от нынешней ситуации, то пока нет перспектив к резкому скачку спроса. Поэтому и нет предпосылок для существенного роста цен. Если мы возьмем динамику с января по конец июля этого года, то цены на новостройки возросли, по данным нашего аналитического отдела, всего лишь на 0,2%. Сейчас квадратный метр первичного жилья в Рязани стоит 38 500 рублей. Поэтому сейчас нет каких-либо предпосылок. Сейчас достаточно удачное время для покупки квартиры, так как совсем недавно были снижены ипотечные ставки. В городе большой ассортимент жилья различного класса. Поэтому мы считаем сейчас оптимальное время покупать жилье в новостройках. Вот тогда верно ли утверждение, чем больше квартиры, тем дешевле квадратный метр? Вы понимаете, это законы рынка. Наиболее ликвидное жилье это однокомнатные и двухкомнатные квартиры, причем относительно небольшого метража, мы говорим. Однокомнатные в 35-40-45 максимум метров, а двухкомнатные до 60 метров. Это ликвидное жилье. И безусловно, если здесь квадратный метр в таких квартирах стоит дороже, чем в трехкомнатных квартирах или в двухкомнатных квартирах с метражом в 80-90 метров. Это понятно, это закон рынка. Потому что большие квартиры в данном случае, к сожалению, сейчас на них не так велик спрос по понятным причинам. Вот также существует мнение, что сейчас выгодно вкладываться в недвижимость, покупать квартиры. По вашему мнению, так ли это на самом деле? Для улучшения жилищных условий, как я уже сказал, сейчас оптимальный момент для приобретения жилья. А если мы говорим об инвестициях, ну если потенциальный покупатель, потенциальный инвестор обладает определенным капиталом, он достаточно для приобретения одной или нескольких квартир, то, безусловно, он может вложить эти деньги в квадратный метр. Другой вопрос, что это будут достаточно длинные деньги, так как никто не знает, сколько продлится нынешняя экономическая сложная ситуация и насколько будут окупиться эти вложения. А сдача жилья в аренду, сдача жилья в найм – это длинные деньги со сроком окупаемости в 10, а то и в 15 лет. Тоже, наверное, перед многими сейчас стоит вопрос, стоит ли брать ипотечный кредит. Давайте еще раз коснемся этой темы. Здесь я не буду оригинальным и соглашусь с президентом Путиным и с Германом Грефом в той части их недавних заявлений, в которые они рекомендовали брать ипотеку сейчас, потому что сейчас достаточно низкий процент. С середины июля крупные банки из топ-20 начали снижение процентных ставок. И я не думаю, что до конца года будет второй этап радикального уменьшения процентов по ипотеке. Сейчас время брать ипотечный кредит, несмотря на то, что, конечно же, ставка в 11,5-12% все равно высока. Но здесь уже играют роль макроэкономические факторы, один из которых – это уровень инфляции. И ипотечная ставка не может быть ниже уровня инфляции. Ну, если и может быть, то только при господдержке, при реализации таких регулярных программ, допустим, которые реализуют правительство, и то здесь нужны очень серьезные ассигнования государственные. И это не совсем рыночный инструмент. Недавно завершился конкурс, который проводите непосредственно вы, «Доминант». Расскажите о нем, пожалуйста, более подробно. Какие идеи вы вкладываете в этот конкурс? Некоммерчески независимый конкурс строительной компании «Рязани. Доминант» проводится по инициативе нашего издания 2009 года. Мы проводим этот конкурс при поддержке администрации города Рязани, союза строителей Рязанской области и ассоциации саморегулированной организации в Дне рязанских строителей. То есть вот благодаря такому сотрудничеству с представителями администрации и со строительным сообществом нам удается достигать компетентности в оценках каждого жилого дома. В этом конкурсе участвовало 24 объекта, возведенные 12 строительными компаниями. Каждый дом оценивается по 23 критериям. Борьба была очень упорной. И в результате разница между победителями была буквально в несколько десятых балла. Одно из важных отличий этого конкурса от других конкурсов – это, прежде всего, отсутствие всякой коммерческой составляющей. Мы изначально, идеология конкурса состоит в том, что мы не берем каких-либо денег со строительных компаний за получение того или иного диплома или победы. Мы вкладываем собственные средства в всестороннюю оценку каждого жилого комплекса, оценку маркетинговой политики компании, оценку конструктивных особенностей дома, в опросы жильцов. И регулярно «Доминант» обогащается новыми идеями. С 2011 года мы ввели интернет-голосование, где каждый житель города и области может определить лучший дом. И мы вручаем приз зрительских симпатий. С 2012 года мы устанавливаем на каждом доме победители памятные аншлаги, дополнительно к призу и к диплому. Это такой своеобразный знак качества. С 2013 года на каждом доме участники размещаем листовки, которые сообщают жителям о том, что их дом участвует в «Доминанте» и побуждает их к голосованию. Возвращаясь к празднику «День строителя», расскажите, что для вас этот праздник? Профессиональный праздник «День строителя» – это прежде всего праздник всех создателей. Вообще, на наш взгляд, профессия строителя – это, пожалуй, одна из наиболее благородных, светлых и почитаемых профессий на Земле. Потому что строители, возводя дома, школы, больницы, мосты, дороги и тысячи других полезных объектов, они формируют яркую, насыщенную, комфортную жизнь для миллионов людей. И в преддверии профессионального праздника хотелось бы пожелать всем нашим рязанским строителям надежных партнеров, выгодных подрядов, креативных идей, здоровья, счастья, ну и, конечно, скорейшего выхода из сегодняшней экономической ситуации, успешного и скорейшего выхода из сегодняшней трудной экономической ситуации. Спасибо вам большое за беседу. Мы также вас поздравляем с вашим профессиональным праздником. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас сегодня главный редактор газеты о недвижимости «Домстрой» Денис Абраков. Мы прощаемся с вами до следующего эфира. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»